ребята всем добрый вечер на связи саша робинсон всем привет сегодня у нас нереально щекотливая тема которая о наших с вами страхах жду когда вы присоединитесь всем привет ребята всем привет да у нас сегодня будет в гостях психолог елена да всем привет и мы будем обсуждать тему страхов художников не кого-то там а именно художников и творцов потому что эта тема меня очень сильно всегда заботила и переживала потому что это вот здесь вот мое родное да всем привет вижу ваши сердечки ждем когда елена подсоединиться к эфиру подключиться елена добрый вечер александра добрый вечер добрый вечер я как раз таки сделал небольшой анонс относительно состава нашего эфира что мы будем сегодня говорить о страхах художников потому что я сама художник и все те кто у нас сейчас в эфире это тоже художники это творцы это скульпторы то есть люди творческих профессий и мне кажется нам как таким основным творцам очень сложно перебороть момент какого-то непризнания непонимания когда ты пишешь что-то ты же как бы говоришь из как бы изнутри себя да то есть и ты раскрываешься как бы миру и это самое страшное на самом деле нашей профессии бы быть непонятым либо осужденным даже и мне очень хотелось бы и как я и планирую что вот сейчас нас будет новый поток курса и я специально и пригласила вас как профессионала в работу чтобы мы поработали именно со с нашими страхами и сегодня я хотела бы рассказать о своих страхах и хотела бы узнать вот все те кто нас сейчас будут слушать чтобы они тоже свои страхи писали в комментариях то есть насколько им это будет откликаться и чтобы вы со своей страны как бы дали какую-то определенную обратную связь как с этим можно работать хорошо да не представила вас елена или расскажите о себе сами я думаю так будет даже проще да хорошо всем здравствуйте меня зовут елена чепурная я практикующий психолог я работаю психологом уже седьмой год я считала вот работаю в основном с женщинами как раз по запросам личной ориентации самореализации низкой самооценки неуверенности в себе в вопросах личных отношений когда не складывается личная жизнь и вот моя концепция это то что внутри нас есть очень много разных граней которые вот как раз то что про что вы говорили александр что вы как художники это выражаете как раз на бумаге либо в своих скульптурах да и нам очень важно все вот эти части внутренней внутри как бы помирить то есть у нас есть там женская часть она какая-то такая более нежная романтичная может быть такая более женственная есть мужская часть это такая наша опора наша целеустремленность какая-то вот внутренняя такая конкуренция например то есть и нам очень важно чтобы все вот эти части они друг с другом как-то очень гармонично сочетались Это вот как раз то, чем мы занимаемся с моими клиентами. Мы изучаем себя и пытаемся внутри себя создать такой гармоничный мир для того, чтобы ты был в гармонии с самим собой прежде всего и только потом уже с другими людьми. Вот это такое моё основное направление в работе. Да, здорово. Я начну про свои страхи, которые у меня были изначально. И, безусловно, наверное, самый большой даже не страх, а вот с чем я столкнулась, такой психологический барьер. Во-первых, меня не очень хорошо понимали мои родные и близкие. То есть я всегда чувствовала, что я немножечко такой с другой вселенной. Ну, то есть вот я вроде бы родилась в этой семье, но какие-то мои взгляды, какие-то мои... Ну, то есть то, что я художник, то есть вот это осознание. Мне казалось, что если я буду говорить, что я художник, а я должна быть каким-то сумасшедшим, да, и я переживала, что как-то обо мне будут думать странно там мои даже самые близкие, родные, там, не знаю, моя мама, там, моя сестра, какие-то совсем близкие люди. И как-то у меня это всё было вот... То есть я боялась этого какого-то непонимания с их стороны и вот как-то немножечко отстранялась вообще от... Я художник, да, мне это было даже немножко страшно сказать самой себе. Потом, когда уже, скажем, уже во взрослом мире, да, потому что у меня был достаточно большой перерыв, там, лет 10, я поняла, что я хочу быть художником, у меня уже была такая определённая карьера, там, в спортивном менеджменте, причём на таком международном уверенном уровне, то есть я занимала руководящие позиции, и был момент, когда я поняла, что я художник, я пишу картины и, например, сюжеты этих работ, которые автоматически сложились, то есть я была в определённом поиске, и вот они у меня получились. Это картины эротического характера. И мне было очень сложно рассказать вообще, и я это скрывала, так скажем, от своих коллег, потому что я переживала ужасно, что, господи, что они обо мне подумают. Ну, то есть рассказать, что там я замужем, у меня есть ребёнок, вот я сейчас вышла там из декрета, да, ну, как-то это всё просто, это вот норма жизни. Но рассказать, что я художник, я пишу картины эротического содержания, да, у тебя, наверное, какие-то проблемы там с головой, какие-то там ещё что-то у себя происходило, наверное, в жизни. Вот этого я всегда тоже боялась. И только там какие-то мои, там, скажем, близкие коллеги, о которых я рассказывала, потому что я в каких-то там мероприятиях участвовала, у меня происходили какие-то яркие продажи, да, я им именно хвалилась, говорила, ребят, прикиньте, вот мы с вами за эту зарплату сидим здесь целый месяц, а я сейчас картину продала там за рубеж, и они мне говорят, о, круто. И вот здесь вот момент того, что, а что там написано на этой картине, он как бы, знаете, как затмевался. И я об этом из-за этого как более-менее спокойно говорила. И я, честно, не как бы не знала, как мне с этим работать, да, то есть вот со всеми моими вот этими страхами. И более того, когда я понимала, что там вот я всё уже, я себе простраивала план, скажем, перехода из своей вот этой спортменеджмент-карьеры в художник, я писала посты на Фейсбуке, я тогда особо сильно не развивала Инстаграм на Фейсбуке. И я вот помню каждый раз, я нажимала кнопку опубликовать, но я себя прям заставляла. И вот этот вот момент страха, типа, ты зажмурился такой, и думаешь, что же будет дальше, да. А на самом деле ничего не происходило, это я понимала, что это только мои внутренние какие-то страхи, переживания. Но я это делала, и я шла вот как бы для меня такая, как терапия была личная. Вот. Если вот мы говорим как бы про художников, да, вот как с этим быть? То есть вот как это можно прорабатывать, как это делается? Наверное, здесь мне бы хотелось начать с того, что вообще, наверное, рождает все вот эти страхи, да, потому что прежде чем с чем-то работать, нам нужно конкретно понимать, да, с чем мы будем работать. И здесь вот то, как раз про что вы говорите, это вот часть такой я-концепции. То есть я-концепция — это некоторое представление человека о самом себе, о мире как таковом и о людях, да. То есть если это представить в виде какой-то нашей внутренней части, то можно сказать, что это внутренний ребёнок, который имеет некоторый опыт, детский опыт, опыт взаимодействия с ним родителей, да, других каких-то там одноклассников, друзей, там, других ближайших родственников. И у него есть некоторое представление. И вот эта я-концепция, она бывает адекватная. Я-концепция — это когда человек понимает свои плюсы, минусы, он умеет адекватно со всем этим справляться, он говорит, ну, я как бы нормальный человек, ну, не хуже и не лучше, чем остальные, да, то есть он такой, знает себе цену, что называется. И я-концепция бывает неадекватная. То есть неадекватная я-концепция — это когда мы либо акцентируем своё внимание только на своих минусах, мы говорим, о, Господи, я самый ужасный человек в мире вообще, я просто, вот хуже меня просто вообще нет, я такая бездарность вообще, да, это вот мы акцентируем на минусах и как бы игнорируем плюсы. Даже если нам говорят, там, Лена или Саша, смотри, вот ты классную картину здесь нарисовала, мы говорим, нет, я, ой, да это случайно получилось вообще, я там просто, ой, нет, я в жизни такое не повторю, то есть мы как бы вот акцентируем наше внимание. Либо неадекватная я-концепция бывает, когда мы акцентируем своё внимание только на наших плюсах. Мы говорим, я вообще сама гениальность просто, кто вот эти вот там Пикассо, да, они вообще ничтожества по сравнению со мной. Не зарабатываю почему на этом? Ну, мир просто ещё не понял, он не оценил ещё мою гениальность, да, то есть вот это вот такая, ну, как бы огромная корона на голове, которая тоже не даёт нам достигать, ну, вот какого-то успеха реального, потому что он измеряется, ну, в том числе в какой-то востребовательности, да, в заработке, там, определённых денег, да, удовлетворении своих каких-то потребностей, ну, в том числе в признании как самого себя, так и другими людьми, да, там, коллегами, публикой, вот. И вот эта вот я-концепция, это как раз то, что нам мешает, либо помогает достигать вот этого успеха, да, то есть именно я-концепция формирует внутри нас страхи, стыд, какое-то неадекватное отношение к себе, она нам как бы нашёптывает там внутри, да, не продавай картину, ты ещё недостаточно хорошо рисуешь, ты ещё не... вот сейчас вот этот курс пройдёшь, вот потом можешь выставляться, а пока вообще никому не рассказывай о том, что ты... кто ты, художник, это чё, за... это чё, профессия? А ты когда нормальным чем-то начнёшь заниматься, да? И вот он нам такой нашёптывает, нашёптывает внутри нас, и это очень сложно на самом деле, внутри как бы всё вот это устроено, да, что вот у нас есть вот эта вот наша детская часть, которая в детстве была каким-то образом отношением родителей, травмирована, то есть она не составила о себе адекватное представление о том, что ты в порядке, я в порядке, да, в том, что мир в целом в порядке, что бывают разные люди, бывают хорошие и плохие, но ты можешь выбирать, да, то есть это вот как раз такая уверенная, спокойная позиция о том, что я самостоятельно за себя решаю. А когда мы находимся в заложниках как бы неадекватной я-концепции, мы как бы не имеем права выбора, мы говорим, да я отстой, я не имею права на этот успех, да, даже если человек как бы сознательно все силы прикладывает на то, чтобы добиться успеха, да, он там проходит курсы, он там, не знаю, рисует картины, пробует себя в разных жанрах, да, как-то вот ищет себя, свой стиль, но бессознательно он как бы стремится подтвердить то, что он бездарность, то есть и вот эти вот внутренние конфликты вот между тем, как человек думает, как он взрослый, да, и между тем, как человек ощущает себя, как он маленький ребёнок, да, и вот это вступает в такой внутренний конфликт и как бы разрывает нас на части, да, то есть это как раз вот эти вот все вот эти вот голоса, какие-то установки там, что, например, там художникам невозможно заработать в России, например, да, это негативная установка, ограничивающая, которая, если мы ей верим, да, если мы ей следуем, находим подтверждение. Да, естественно, так работает фокус внимания. И вот из вашего примера, то, что вы рассказываете, у вас такой очень сильный какой-то внутренний стержень, если говорить моими терминами, внутренний мужчина, да, такая внутренняя опора, то есть вам было страшно, но вы делали всё равно, да, и достигали какого-то успеха. И вот в целом есть вот такой тип людей, да, но есть, к сожалению, ещё и другой, когда им очень сложно это перебороть, да, то есть у них вот настолько вот этих страхов, как бы, ну, они перевешивают, что ли, вот это желание достигать успеха. И тогда человек, он только смотрит, но не делает. Или он проходит и курсы, и проходит, и проходит, и такой вечный ученик. Но к вот той части, когда надо начать как бы выставлять свои картины, да, когда надо прийти и сказать, ребята, я художник, смотрите, вот такая картина, она стоит вот столько, да, то есть мы как бы заявляем о себе миру, и мир как-то на нас реагирует, да. Кто-то реагирует позитивно, кто-то, говорите. Я просто хотела сказать, что очень часто вот все те, кто нас смотрит, слушает, бывает так, что они публикуют работу, но они не пишут, что она продаётся, то есть они вроде бы хотят её продать, и если им кто-то в директ напишет, что такая стоимость, скорее всего, кто-то, кто, скажем, напишет стоимость, да, и скорее всего, она будет даже занижена ниже рынка, а кто-то вообще скажет, а сколько вы предложите, да, то есть вот в такой момент. И я даже вот на прошлой неделе в сторис у себя публиковала работы девушек, которые мне писали комментарии, и потом они мне в директ писали, ну, она недоработана, но она ещё недостаточно хороша, а я-то смотрю как сторонний человек, и для меня это вообще нереальная картина, там вот у девушки были облака, это просто что-то, то есть я вижу, что, например, я так не смогу, у меня проблемы с облаками, вот, то есть у меня не получаются они, а она мне пишет, я не готова её продавать, она недостаточно хороша, и вот здесь вот я вижу, что как раз-таки вот оно и есть вот это вот подтверждение. Да, да, вот я про это и говорю, о том, что именно вот такая как бы неадекватная я-концепция, это как раз первое, что сдерживает нас от нашего успеха, мы как бы в неё упираемся, такой психологический потолок внутренний, вот мы уперлись у него и не можем дальше расти, да, но при этом человек-то он уже, ну, то есть это не маленький ребёнок уже, да, который внутри нас есть, мы выросли, да, но вот поменяться как бы в соответствии вот этой взрослой позиции мы как бы внутренне как будто бы не можем, то есть вот это как раз рассогласование, мы всё ещё чувствуем себя маленьким, недостаточно хорошим ребёнком. И большинство моих клиентов, например, когда мы разговариваем на тему какого-либо успеха, они как раз говорят о том, что им кажется, что всё, что их сдерживает, это отсутствие каких-либо навыков, да, ну, я тут вот ещё недостаточно умею, вот тут вот он там лучше меня рисует, или вон-то он там может лучше, чем я, чего тут я полезу со своими там... Ну, у него образование есть, а у меня нет этого образования. Да, 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 но на самом деле то, что действительно нас останавливает, это как раз неадекватное представление о себе и своих возможностях, потому что когда мы на своей стороне, как взрослый человек, да, можно, если мы говорим, что вот этот травмированный внутренний ребёнок внутри нас, да, мы выступаем в качестве его такой любящей, заботливой мамы, мы говорим, блин, давай, давай попробуем, давай попробуем, посмотрим, давай вот выставим какую-нибудь цену на эти облака, да, и пусть люди сами решают, там, понравятся им твои облака или нет, да, то есть мы как бы вот помогаем ребёнку немножечко как бы, ну, вот раскачеваясь. Сделать шаги. Да, да, да. И вот именно такая позиция, она подталкивает нас к успеху, и несмотря на, может быть, какие-то внутренние психологические травмы, да, такое бывает, что родители не смогли как бы дать вот этой уверенности, не смогли вселить вот это вот ощущение в ребёнка, что ты достаточно ценен, тебе не нужно ничего делать для этого как-то вот особо стараться, то вот такими шагами мы постепенно как бы его внутри выращиваем, да, вот этот вот там чувство собственной ценности, чувство собственной значимости, мы помогаем себе развиваться. И тут очень важно как бы второй такой момент, важно научиться присваивать себе эти заслуги, потому что с большинством клиентов, с которыми мы работаем, ну, там, плюс-минус вот в этой теме, да, они не умеют присваивать. Это то вот, что я приводила в качестве примера, когда нам делают комплимент какой-то нашей работе, да, мы такие, ой, нет, это вообще не моя заслуга, это получилось случайно, я так не умею на самом деле. И то есть что мы делаем? Мы как бы, вот можно, я всегда на метафорах разговариваю, так обычно очень хорошо понимается. Я говорю, вот представьте, что ваш ребёнок реальный, да, вот он старался, делал какую-то, не знаю, там, пирамидку или поделку какую-то, да, он старался, вкладывал силы, он там потратил три часа времени на это. И вы такие, ну, мог бы лучше сделать, да, ну, что ребёнок сделать? Он расплачется, он, блин, просто, мать, мне обидно вообще-то как бы, я старался, да, могла бы и похвалить. Это такой осознанный ребёнок, да, скажет. Вот, и примерно то же самое происходит внутри нас, когда мы себе не позволяем присвоить вот эту похвалу, да, то есть она нам нужна, как некоторое внутреннее топливо, то есть нам нужно похвалить вот этого ребёнка, нам нужно сказать ему, это ты старался, я вижу, как ты старался, я так горжусь тобой, ты такая молодец вообще. Вот, даже если нам кажется, что это, там, картина не идеальна, что, да, что мы могли бы постараться и лучше, мы можем потом немножко погодя сделать некоторый анализ, но не во время вот этой принятия похвалы, потому что похвала, которая звучит, да, хорошо, но, да, это не считается похвалой, это как бы критика, прикрытая вот, ну, каким-то таким... Ну, понятно. Немножко культурой, да. Да, при людях таким. Да, 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 вот, поэтому очень важно научиться, как бы ещё не только вот подталкивать себя маленечко, да, в этом направлении, но и присваивать себе вот эту награду, и тогда вот у нас будут силы снова сделать этот шаг, да, то есть это вот такой замкнутый круг. Мы как бы сначала настраиваем себя, давай, ты сможешь, у тебя получится, я в тебя верю, да, такая внутренняя работа. Это как даже маленький результат, его нужно как бы отслеживать и говорить себе, вот там пусть продалась небольшая работа, но там не так сильно дорого, как ты хотел, но это всё равно результат, да, то есть чтобы как бы идти дальше. Да, обязательно, потому что это вот, ну, некоторый цикл такой, что нам сначала нужно себя маленечко настроить, да, сделать шаг вперёд, похвалить, как бы укрепиться в этом шаге, да, уверенно постоять, потом сделать ещё один шаг, да, даже если мы иногда делаем два шага вперёд, один назад, это тоже ничего страшного. То есть самое важное вот как бы в достижении вот какого-то там успеха, нам нужно быть на своей стороне, нам нужно поддерживать себя. А неадекватная концепция, она как бы не предполагает этот пункт, то есть в неё поддержка не включена просто, в неё включена критика, обязательно, да, ты недостаточно хороша, ты недостаточно, не знаю, там, умная, красивая, недостаточно талантливая, обязательно тыкань её в какие-нибудь мои негативные там моменты. Вот тут у тебя вот косяк, вот прям очевидно, а на самом деле это вот как раз из вашего примера, да, другой человек смотрит на картину и понимает, боже мой, какая красивая картина, она идеально подойдёт там в моей спальне или там в моей кухне, да, то есть то, что видно нам внутри, как бы вот этой работы, что ли, другим людям совершенно может быть не видно. И вот здесь как раз очень важно разделять, научиться себя и другого человека, да. Да, не быть другое. Да, да, мы можем бесконечно сомневаться в своей работе, но мы можем также, несмотря на это сомнения, помочь себе разделить себя от другого человека. Мы говорим, другой человек имеет право решать, как ему моя работа, да, и вот тут можно перейти как раз в зависимость от чужого мнения и такое желание получить некоторое одобрение от других людей, да, когда вот мы что-то делаем и говорим. Скажите, что хорошо, скажите, пожалуйста, что хорошо, да, мы сами как бы в это не верим ещё до конца, у нас не выстроена вот эта вот внутренняя опора, и поэтому мы её пытаемся добрать от другого человека. А может быть, вот все художники, которые и не пишут пока цену, они хотят эту опору добрать за счёт, там, не знаю, лайков, комментариев, да, то есть вот они её показывают, и им надо получить там много-много похвалы, чтобы они сказали, да, точно, теперь я могу продавать, но чуть-чуть доработаю и начну продавать. Да, вполне может быть. Тут, наверное, в этом плане очень сильно помогают какие-то вот по типу вашего курса, потому что там есть сообщество единомышленников, там есть люди, которые тебя понимают, они проходят через все те же самые шаги, которые проходишь ты. И вот это вот ощущение, когда ты не один в этом во всём, да, или ты один сражаешься с этими внутренними драконами, да, там что-то пытаешься от них отмахиваться, тут ещё мысли, тут критика, тут там отсутствие поддержки от семьи или от там близких, да. А когда ты вступаешь вот в эту поддерживающую среду, ты как раз начинаешь слышать вот эту вот поддержку со стороны, и это то, как учится наша психика, как вырастает уверенный в себе ребёнок. Ему сначала мама с папой говорили, что он молодец, потом он это усвоил, оно как бы записалось у него на подкорочку, и он вырос, и в этом не сомневается. А люди, у которых не было этого опыта в детстве, да, родители были холодными, эмоционально отдалёнными, они только критиковали, не хвалили, либо, ну, в принципе, были игнорирующими, например, да, а ребёнок, например, рос таким нежным, чувствительным, вот он такой весь был, какой-то особо чувствительный, тонко чувствующий этот мир. Таким детям требуется больше внимания, больше какое-то вот участие родителей. Но не все родители могут это понять и дать. И вот тогда у него как бы пробел здесь. И для того, чтобы ему этот пробел заполнить, ему сначала нужно услышать это от кого-то. Так учится наша психика. Мы сначала должны это увидеть где-то вовне, да, или услышать. И тебе говорят, Саша, ты такая молодая, ты такая талантливая, вообще потрясающая, я в тебя верю, давай. И я такая, о, ого, а так бывает, да, в меня кто-то может верить, да. И то есть, и вот это вот по капелькам, по капелькам, по капелькам, но оно там вот где-то откладывается. И если мы, как бы вот снова второй пункт, да, принимаем этого внутрь, да, то есть мы стараемся действительно почувствовать, что этот человек говорит искренне, что ему, ну, нет смысла как бы нас обманывать, да, в этом нет никакой цели нашей. И человек начинает это всё дело внутри накапливать. И он потом сам уже начинает так думать. Я хочу ещё вот добавить своё замечание, что даже сегодня вот у меня в сторис был, я спрашивала там, какие страхи, и несколько людей мне написали, вот там вокруг меня, там мой муж, я показала примеры работ, там я показывала на прошлой неделе примеры странных работ, которые были проданы, да, ну, чтобы показать, что ваши работы точно должны купить, ну, то есть... И они говорят, я вот, там девушка одна писала, я показала мужу, чтобы ему доказать, что мои работы тоже будут покупать. И потом ещё кто-то написал схожий. Я могу от себя сказать, что я уже приняла тот факт, что вокруг меня, там, не знаю, моя мама, да, она меня как-то не понимала в детстве, так и до сих пор она меня не понимает. И мы с ней как бы договорились, что она меня принимает, такая, какая я есть, а я её принимаю такой, как её реакцию на моё творчество. Но я её уже не спрашиваю, что она думает там по поводу моего творчества, потому что я знаю, что мне лучше пообщаться с другими художниками, пообщаться там ещё там из моей сферы, да. И я услышу вот эти вот все переживания, все вот эти какие-то процессы. Это то же самое, что когда предприниматели, почему они любят съезды предпринимателей? Так потому что там жена предпринимателя, она не поймёт всех его там головняков, да, которые у них бывают. Он поедет к таким же, как он, чтобы обменяться, найти эту поддержку и понять, что, господи, я не один сражаюсь с этим, да, то есть какой-то совет услышать. Вот у художников то же самое. То есть если, например, даже я, когда делюсь какой-то супер своей продажей, ну, как бы моя мама скажет, ну, классно, да, классно, и всё. То есть она не скажет, о, боже, это же так прекрасно, а я в тебя не верила, оказывается, ты такая талантливая. Она скажет, ну, ладно. И почти это будет звучать как, ну, это случайно, да, то есть вот так. И сколько бы этих продаж не было. Я лишь хочу сказать, кто нас слушает, чтобы вы особо на своих родных не рассчитывали, что они поменяют своё мнение. Ну, то есть, потому что они живут в другой немножко реальности от вас, да, если мы говорим про Россию, то есть мы вот то самое поколение художников, которые это всё может менять. Я уверена, эти изменения, они уже идут. Да, да, я вот согласна с каждым словом. Это как раз очень такая взрослая, здоровая позиция, когда мы позволяем другим людям быть такими, какие они есть, а себе даём точно такое же право, да. Если моя мама не способна в силу своего, ну, как бы, опыта какого-то детского, да, точно такого же, не способна понять. Это не говорит о том, что она плохая, это говорит о том, что она просто другая, да. И мы разделяем себя от неё, и как раз говорим, ну, классно, да, то есть вот это как раз принятие, оно не предполагает одобрения. Она говорит, что я тебя люблю, потому что ты моя дочь, да, и я тебя поддерживаю, даже если я тебя не понимаю, да. Но как раз вот по опыту, наверное, своих клиентов, это, наверное, самое трудное вообще отношение с родителями, такая самая тяжёлая тема психотерапии, зато потом, когда проработаешь, вообще всё остальное ерунда просто. Вот, и это как раз вот про зависимость от чужого мнения, да, про то, что когда мы разделяем себя от другого человека, мы говорим, окей, ты не готов меня понять, да, но я найду себе единомышленников, я найду себе людей, которые способны меня понять, да, потому что любой человек, помести его не в свою среду, что ли, он будет чувствовать себя другим, да, и вне зависимости от того, насколько ты, ну, не знаю, там, умный и талантливый, например, помести тебя в среду, где не принято быть умным и талантливым, да, принято, не знаю, там, лежать на диване и вообще пить много ещё семечки и ничего не делать, да, именно ты себя будешь чувствовать не таким, как все, то есть вот это вот, да, оно возникнет, потому что ты отличаешься, и это очень человеческая такая штука, потому что нам важно чувствовать себя как бы такими же, как все, вот несмотря на такую тенденцию, там, будь уникальным, будь там, вот не таким, как все, да, на самом деле вот это вот чувство сопричастности к вообще другим людям, оно для нас очень важно, потому что это про близость, про ощущение какого-то внутреннего тепла, что я один из чего-то большего, да, то есть я часть чего-то большего, и это очень такое важное человеческое чувство, поэтому найти свою тусовку, да, вот эту свою профессиональную тусовку, это очень важно на самом деле, даже если это будет одна единственная подружка, с которой вы будете обсуждать и делиться, какие там, не знаю, там, люди не поняли мою картину, но я им всё равно докажу, да, ну, то есть вот что-то такое, что поймут только вот люди, вхожие в эту профессию, да, потому что в каждой профессии есть какие-то штуки, которые понимают только вот люди, находясь внутри, да, то есть даже если, там, не знаю, поругаться на непонятливых, там, людей, которые не покупают картины, да, ну, не по-злобному, что вот они там, дроги, а я молодец, да, а просто вот как бы высказаться, да, поделиться вот этим и знать, что она поймёт это, да, вот это очень важно, действительно. Да, я слышала, сказать, что я слышала знакомые комментарии, да, то есть этим мы объединяемся. Да, да. Елена, расскажи, я думаю, на ты можем, да, потому что как-то мы как-то на вы. Да, расскажи, пожалуйста, каким образом, вот, потому что мы сейчас готовимся к запуску курса с 27-го числа, и я хочу, возможно, не на первой неделе, а на второй неделе, да, потому что у нас всегда первая неделя, она такая достаточно активная, а вот на второй неделе, когда мы сможем немножечко, там, я, все участники потока, немножечко выдохнуть, да, чтобы вот сориентироваться, я хочу именно, как бы, чтобы мы с тобой провели вот эту вот работу над страхами, да, вот как мы это сделаем, то есть как вот эту диагностику произвести, потому что мы все разные, у нас вот эти вот стопоры, да, они могут быть у всех абсолютно разные, то есть вот их надо как-то выявить, да, и понять, как с ними дальше работать. Ну, что касается курса, я планирую для участников твоего курса, я планирую диагностику, это будет небольшой тест, который покажет наличие вот внутренней вот этой я-концепции, да, там, где вот западает, там, где нужно маленечко с этим поработать, да, то есть будет небольшой тест, по результатам которого твои участники смогут понять, ага, у меня вот это, вот это и вот это, над этим надо поработать, то есть для того, чтобы работа была успешной, нам нужно очень четко всегда понимать, с чем мы работаем, то есть нам нужно четко видеть нашего врага, нашего внутреннего дракона и говорить, ага, вот у меня там тревога, например, да, и вот я сейчас буду с тревогой работать. Потом, на, собственно, самом вебинаре я планирую рассказать немного подробнее о том, как зарождается вот эта неправильная я-концепция, да, потому что это важно, потому что человек должен очень чётко понимать, как это сформировалось внутри него. Это даёт некоторое, ну, во-первых, разделение ответственности, да, потому что мы не отвечаем за то, что с нами происходит в детстве, за это отвечают наши родители, но за то, что происходит со мной здесь и сейчас, со мной как взрослым человеком, отвечаю я сама, да, и вот эта вот позиция жертвы, например, да, то есть несмотря на то, что я говорю, что, ну, как бы, ну, такое в кавычках, все проблемы зародились в детстве, да, вот, Но это не значит, что во всём виноваты родители, да, потому что, когда мы говорим, во всём виноваты родители, да, мне, например, там, 33 года, и я такая сижу и думаю, вот, мама, если бы ты меня, там, отдала бы в художественную школу, я бы сейчас была бы гениальной художницей, да, а вот сейчас я не гениальная художница, это ты виновата, да, то есть мы, как бы, впадаем вот в это состояние жертвы и не берём на себя ответственность. И поэтому разговоры о детстве, о том, как сформировалась вот эта я-концепция, да, какие именно, там, какое именно поведение родителей сформировало внутри меня вот эту проблему, для нас очень важно, то есть мы её разделим, и у участников твоего курса сформируется вот это понимание того, что именно на них повлияло. Потом я планирую дать, собственно, практику, да, то есть мы поговорим о том, как конкретно с этим работать. Вообще я разделяю несколько вариантов, наверное, что ли, работы. Есть глубокая работа индивидуальная, это психотерапия, да, это когда один на один с человеком глубоко разбираемся с психологом. Второй тип работы — это самостоятельная работа, да, потому что я понимаю, что психотерапия — это дорого, это долго, да, это очень трудно, это внутренние ресурсы огромные нужны. Поэтому не у всех на это сейчас, прямо здесь сейчас есть возможность. Поэтому есть ещё всегда возможность самостоятельной работы. Это раза в три, мне кажется, дольше, чем психотерапия, вот так вот, если прикинуть. Это чтение книг, чтение подкастов, это Инстаграм в том числе, это какие-то, ну, собственные практики. Я имею в виду, что ты вот что-то прочитал в книжке, там какая-то инструкция действий, ты это пытаешься применить. И есть групповая работа. Это вот как раз то, что будет, ну, как бы на твоём курсе у нас. То есть у нас будет вебинар, у нас будет, как бы, некоторое сообщество, в котором мы разберём конкретные шаги. Чаще всего мы сразу это начинаем, как бы, практиковать. Я дам практику работы именно с мыслями, с тем, что творится в нашей голове. Потому что это наиболее эффективная такая методика без, ну, вот, именно без психотерапии, без глубины, да, потому что на, там, за полтора или два часа, как бы, невозможно, ну, как бы, пролезть куда-то на глубину с человеком, чтобы не травмировать его ещё сильнее. И для этого требуется, ну, гораздо более долгий период. Вот, поэтому методы когнитивно-поведенческой терапии в этот момент, ну, вот, на таких краткосрочных курсах просто идеальное, мне кажется, решение вопроса. Вот, они работают, я их применяю уже шесть лет, это очень такая хорошая, чёткая, там, научная база. То есть твои участники сразу всё это дело потренируют, и у них будет чёткое понимание, у них будет схема, понимание того, как им с этим работать. То есть что такое нужно себе сказать, а нам нужно обязательно с собой разговаривать. То есть когда мы вычленяем вот этого критика, который нашёптывает, там, нам вот эти гадости внутри нас, да, о том, что у нас недостаточно всего там, вот, нам очень важно научиться ему отвечать. Потому что это не наш настоящий голос, это голос наших каких-то отголосков прошлого, да. И нам очень важно сформировать внутри вот этот собственный голос, собственный взрослый голос, который будет защищать нашего вот этого внутреннего ребёнка. И пользуясь вот этой схемой, ну, прямо на вебинаре и потом, после, твои участники смогут очень эффективно работать с этим, да. Потому что эта проблема, она сформировалась не за один день, да. Это история чаще всего там десятилетия, да, нашего взросления, потому что родители в какой-то момент времени начали как-то себя неправильно по отношению к нам вести, да. И в какой-то момент времени закончили. И эта история, вот, как правило, там, нескольких лет, да. То есть проблема внутри нас, она формировалась там, ну, минимум, например, там, лет пять, да. И поэтому рассчитывать, например, на то, что вы один раз посмотрите вебинар, там, за полтора часа, и у вас это уйдёт, я сразу скажу, что нет. Но если вы это делаете, если вы применяете вот эту методику, да, если вы учитесь с собой говорить, учитесь понимать свои эмоции, учитесь присваивать себе достижения, да, и мы тоже об этом поговорим на вебинаре, вот, то тогда это очень легко всё становится, потому что вы будете видеть результаты своей вот этой работы буквально сразу. Потому что когда, там, люди впервые, например, там, ну, есть, например, тревожные люди, да, которым очень сложно, ну, даже приступить, например, там, к рисованию картины, да, вот они там такие ужасы себе в голове накрутили, нарисовали, да, что у них просто вот, не знаю, кисточка в руках трясётся, они не могут начать рисовать, да. И после того, как у тебя был опыт, что ты вот там, не знаю, 10 раз подходишь к картине, не можешь начать рисовать, а тут ты потратил 5 минут, поговорил с собой, нарисовал картину, ну, это просто небо и земля, это настолько много освобождает энергии внутри, настолько это даёт возможностей много, ну, что это просто потрясающе, на мой взгляд. Ну, это как такой своеобразный, как психологический зажим, да, то есть, ну, у меня знакомо это ощущение, потому что я достаточно долго тоже, как бы, прорабатывала всякие какие-то моменты с психологами, причём не с одним, но у меня такое-то волнами всегда идёт, если, например, какие-то ситуации происходят, я понимаю, что я не справляюсь, я всегда обращаюсь за помощью, вот. А ещё мы с тобой говорили по поводу карты, да, насколько я помню. Да, да, метафорические карты. Да, я сегодня, я хотела ответить на какие-то вопросы, но я не вижу ни одного вопроса, может быть, мы спросим у твоих подписчиков, может быть, у них есть какие-то вопросы. Очень важно поделиться, например, своими какими-то, там, тревожными мыслями, да, чтобы мы, может быть, здесь сразу на них как-то ответили, я как-то рассказала, потому что это очень важно бывает, почувствовать, что ты в этом во всём не один, про вот это чувство сопричастности, про которое я говорила, вот. Поэтому, если есть какие-то вопросы, давай маленечко подождём. Ну, вот я могу зачитать, здесь есть комментарии, что вот Юлия, я так понимаю, меня мама, наоборот, насильно водила в художку, а я её терпеть не могла и не ходила в неё. А сейчас понимаю, что мне нравится писать в потоке и не жалею, что не закончила художку. Ага, да, ну вот Юлия как раз-таки пишет. Да, так, ну вот тут, особенно, когда все вокруг по пять тысяч продают, так, а я не хочу, не надо, так дёшево, дорого, считаю, нет индивидуального стиля. Ну, то есть, я так понимаю, что это относительно цены, да, то есть, за дорого не хочу. Да, окружение очень давит, да, ведь ещё можно ещё бороться с родными, даже если самооценка и нормально. Не нужно с родными бороться, это бесполезно. Вот я тоже хотела продемонтировать. Да, я пришла к этому выводу, вы никому ничего не докажете, только потратите ресурс, всё. Абсолютно, согласна. Это вот как раз очень важно разделить себя, позволить себе быть собой, да, без чувства стыда, что ты не такой, как все, не такой, как твоя семья, например, там, семья все, не знаю, там, экономисты, ну, такие там, тёткие, да, какие-то профессии такие, признанные обществом как профессии, да. А ты вот такой чувствительный, немножечко вот такой, этот, художник, потому что мне кажется, что у художников как раз вот такой очень тонкий, чувствующий мир, немного отличающийся вот какого-то прагматичного, чёткого, там, не знаю, математического, да, я хотя бы могу, конечно, ошибаться. Думаю, везде есть свои исключения, и поэтому, когда ты не вписываешься, как раз появляется вот это вот чувство стыда, что с тобой что-то не так, особенно если, например, в родительской семье, ну, тебе тоже, например, там, пророчили какой-нибудь будущий экономист или юриста, да, а ты вот раз такой, и ты художник, да. То есть, и вот это вот чувство стыда за то, что ты не такой, как все, вот если вы будете бороться со своими родными, вы будете только усиливать его внутри, а если вы позволите им быть собой, да, и себе быть собой, и как раз это и есть та самая граница между собой и другими людьми, то тогда становится очень легко, вам нечего делить, да, ну, то есть можно быть разными, да, и это не значит, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Это как раз про вот эту, ну, самооценку, да, чувство собственного достоинства, что я достаточно хорош, даже если я отличаюсь. Я очень хорошо вот сейчас, когда ты проговорила, помню момент, когда как раз-таки на моём последнем проекте я работала, это был как бы чемпионат мира по футболу, и как бы я работала там на FIFA, и я помню мой бывший муж, когда я заговаривала, что я всё, я ухожу, я увольняюсь, у меня было столько комментариев, что ты что, с этой работы нельзя уйти, об этой работе мечтают все, а ты что будешь делать? А я говорила, что вот я хочу быть художником, я уже больше не могу, и как бы мне там всё вот, ну, просто вот, ну, как бы не суицид, но всё равно уже такое состояние было депрессионное, вот. И я вот очень хорошо помню это состояние, когда внешний мир, он тебя не понимает вообще, ну, то есть про что ты, вот, и как бы это очень сложно. Вот тут я вижу комментарии, это не, страх, это не моё дело, у меня нет таланта. Да, могу прокомментировать, вот это как раз вас говорит, вот это неадекватное представление о себе. Это куда-то, я сейчас, ну, как бы пофантазирую, да, не знаю, что я права, это куда-то про установку успеха добиваются только талантливые люди, да, то есть вроде как надо вот родиться вот этим вот, с молоком матери надо впитать основы, не знаю, там, художественного искусства, да, чтобы добиться успеха. На самом деле это не так, это как раз то, про что я и говорила. То, что вы думаете о себе, не равно то, что вы, как бы, то, кем вы являетесь на самом деле. То есть у нас могут быть мысли о себе, какие угодно. Вот повторяйте себе, например, там, не знаю, я жираф, я жираф, я жираф, вы станете от этого жирафом? Да нет. А мы почему-то верим, что если мы как бы повторяем, ну, мы неосознанно, естественно, это делаем, да, что вот там у меня нет таланта, у меня нет таланта, у меня нет таланта, и мы как будто бы начинаем верить в это, да, что у нас нет таланта. Но на самом деле я просто, у меня первое образование биологическое, я очень много знаю о работе, там, нашего головного мозга, это вообще моя большая любовь. И второе, у меня психологическое образование, и поэтому у меня такой синтез между биологией и, как бы, психологией. И я очень много читаю о том, как работает наш мозг, и на самом деле учёные уже давно доказали, что, ну, вот этот успех, он не про рождение гениальным, да, человеком, там, не знаю, будь то он художник, музыкант или ещё кто-то. Очень многое зависит от того, что человек, как бы, вкладывает вообще в себя, да, то есть одинакового успеха может добиться человек, который родился в семье, там, художников, и ему, там, не знаю, уже в пять лет он нарисовал картину, потому что ему папа рассказал, там, какие-нибудь секретные секретики, да, и одинаково такой человек может ничего не добиться, если он ничего не делает с этим талантом. Вот он родился, у него есть, не знаю, там, идеальный слух, например, от природы, да, но он ничего не делает с этим слухом, не знаю, он не поёт, не танцует, там, или, там, наверное, пропоёт больше, да. Вот, то есть здесь дело в том, что вы делаете со своими способностями, да, как вы помогаете им раскрыться. Вы, у вас может не получаться какая-то конкретная техника, да, я сейчас могу где-то в, ну, этих, в ваших понятиях расходиться, если что-то меня поправит, то есть у вас может не получаться, вот там, из твоего примера, не знаю, там, облака, но вы гениально рисуете людей, да, то есть тут надо найти просто как раз вот этот свой стиль, там, где у меня хорошо получается, да, то есть там, где я хорош, то есть раскрыть вот эту свою какую-то уникальность, что ли, как человека, как художника, и именно это и приводит к раскрытию вот этого внутреннего потенциала, потому что, если вы хотите быть художником, да, все начинается с желанием, вот я вот где-то внутри понимаю, что я все, я хочу, не могу быть художником, зачем мне это, я не понимаю, но все, я хочу. Мы начинаем что-то делать для этого, да, находим наставников, например, в твоем лице, да, и видим, что да, это возможно, вообще это возможно, вот есть Саша, которая от там пункта А, где она не была художником, в пункте Б сейчас, где она художник, востребованная, она продает картины, она на этом зарабатывает, она чувствует себя прекрасно, да, а что мне нужно сделать, где я сейчас нахожусь, в какой там точке, да, между вот этими пунктами А и Б, что мне внутри мешает, да, например, вот такие-то установки мне мешают, вот такие-то внутренние там какие-то преграды, блоки, там, критик, например, самозванец тот же самый, да, который нашептывает нам, что там, чего у нас нет, чего там нам надо еще приобрести. Но тут вот как раз, что важно понять, что если вы научитесь быть себе вот этим другом, если вы научитесь действительно помогать себе вот идти в этом направлении, договариваться, да, 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 договариваться, то у вас будет получаться, вы сами не заметите, как легко у вас будет это получаться, потому что я не могу сказать, что успех это легко, мне кажется, что это путь, что необходимо прикладывать усилия, да, потому что, ну вот есть такое магическое, мышление, да, когда мы такие, типа, вселенная, давай, пожалуйста, я буду художником, да, и я такая сижу, продолжаю на диванчике и мечтаю, когда мне вот тут это снизойдёт для меня. Да-да-да. Вот, всё-таки я считаю, что загадывать желание классно, правильно загадывать желание тоже классно, но надо что-то делать, надо помогать себе, да, надо развивать себя, надо, не знаю, проходить какие-то курсы, пробовать разные техники, находить, опять же, людей, которые проходят через то же самое, и тогда вот проходя именно вот в какой-то тусовке общей, это гораздо проще, да, то есть вот одному идти, мне кажется, я услышала такую фразу, что если хочешь идти быстро, иди один, если хочешь идти долго или далеко, иди, ну, с кем-то, вот. То есть это как раз про то, что возможно ты будешь идти не так быстро, как ты бы шёл один, например, да, хотя тут тоже вопросики, ну, да, потому что на другого человека ты можешь иногда опереться, да, нам всем надо иногда опереться на кого-то, потому что когда случаются неудачи, они случаются у всех, то очень важно как раз, чтобы рядом был человек, который тебя просто поймёт, да, который не будет тебе давать банальные советы какие-то, или там не будет рассказывать о том, что ты сделал не так, а который просто поймёт тебя, скажет, блин, да, мне очень жаль, вот, слушай, я, ну, я тебя правда понимаю, мне жаль, что такое случилось, там, чем я могу тебе помочь, да, давай там скажем, что они все дураки, а ты молодец, да, но это вот такое вот то, что поймут, ну, как бы люди, которые внутри вот этого всего. Ну, это как у нас вот совсем недавно в чате у нас одной из выпускниц, она подавала заявки, есть такая платформа у нас, о которой очень сложно одобряет художников, и я так поняла, что там есть такой критерий, как адрес возврата, и он должен быть где-то там за рубежом, и, например, мы, художники, мы понимаем, что его нужно найти, этот адрес возврата, если у тебя там нет там родственников, ещё кого-то, и вот у неё была такая ситуация, что они вроде бы ей подтверждают заявку, но говорят, что нам нужно вот точно-точно пришлите нам подтверждение, и в этом случае ты уже не можешь дать просто адрес какой-то там, и как раз-таки в чате у нас есть выпускники, которые живут в Европе, и там другая девушка, она согласилась ей дать свой адрес, то есть вот это такой уровень понимания друг друга, да, то есть насколько это важно, что, в принципе, это не несёт никаких там обязательств, да, что я сейчас там предоставлю тебе свои данные, например, а другому человеку тебе надо там объяснить, позвонить, уговорить, что там это почти как ты свой паспорт даёшь и говоришь, но только смотри, кредит на него не возьми, ну, то есть вот так вот, ну, то есть это вот про этот уровень понимания, что вот одна волна, и мы все идём вместе там в одном направлении, то есть вот так вот. Да, согласна полностью. Есть там у нас ещё какие-нибудь комментарии? Так, ну, не вижу прям вот, да, вопросов. Ага, так, вот, страх, куда я лезу вообще без художественного образования? О, да, конечно, здравствуйте. Вот это тоже, да, как раз про установку, что я имею право, да, вот это, кто мне дал это право, да, и где оно там у меня написано, но я как будто бы имею право рисовать картины только если у меня есть художественное образование, да, хотя на самом деле мне кажется, что, ну, это совершенно не обязательно. Здорово, здорово, когда у человека есть это образование, да, оно даёт, я думаю, что как и любая какая-то база, да, оно даёт много понимания того, что ты делаешь, как ты делаешь, да, где там что, не знаю, свет, тень, вот эти все какие-то детали, я думаю, что это именно образование даёт. Но этому ведь можно научиться и на практике, да, когда ты начинаешь что-то перерисовывать, и ты понимаешь, ага, если я нарисую вот здесь темнее, здесь светлее, то получается как будто тень и получается объёмнее, например, рисунок, да. То есть есть всегда несколько способов как бы дохождения до одной точки. Но вот это вот внутреннее право о том, что я не имею этого права, да, называться художником, если я не имею там художественного образования, да. И одно дело, если, например, дело касается, ну, не знаю, там, хирургии, например, да, что человек там без образования хирурга, ну, наверное, он не имеет юридического права, да, именно, я имею в виду именно юридического. Но с точки зрения законодательства мы же здесь ничего не нарушаем, да. Ну, то есть моя совесть как бы перед собой чиста, что я не называю себя кем-то, кем я не являюсь. Художник — это тот человек, который рисует, да, если я не ошибаюсь. Вот. А почему я не имею права тогда называться? То есть это уже куда-то, наверное, про идентичность, про то, кем я имею право быть, кем я имею право называться, так, чтобы мне не было за это стыдно, да. Возможно, еще сейчас я подумала про какие-то завышенные требования к себе, какие-то, возможно, вам эти требования предъявляли сначала родители, такое часто бывает, да, и потом мы к себе их такие же высокие предъявляем, да. Мы вот ставим себе высокую планку, прыгаем, 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 прыгаем до этой планки, не допрыгиваем и расстраиваемся, тем самым как бы подтверждая вот это свое отсутствие вот этого права, да, это про вот, ну, вот история про стыд. Мы будем тоже про это говорить, потому что это вот два самых таких тяжелых чувства, это стыд и... Три, ладно. Стыд, вина и страх, да. Ну, то есть, ну, просто про вину редко можно что-то здесь сказать. Когда я-концепция, мы говорим, это вина и... Ой, это стыд и страх. Потому что стыд — это про себя, я какой-то не такой, я какой-то неправильный. А страх — это, в принципе, я маленький, беззащитный, мир меня сейчас уничтожит, и я ничего не буду делать. Окей. Так, у нас, на самом деле, остаётся совсем чуть-чуть времени. Я вот смотрю, 19.59. Так. Так, ну, наш эфир может быть и подольше. Там нужно... Да, я почему-то не уверена, потому что я последний раз делала эфир, и он мне выдал предупреждение, что, типа, через минуту-две он закончится, эфир, то есть время. Так что я вот здесь сомневаюсь, как бы у нас не произошло такого, что он нас попросит, а мы захотим продолжаться. Как нам сейчас лучше быть? Ну, я, насколько знаю, что у нас полтора часа минимум точно есть. Да, 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 продлевали, продлевали. Когда только ввели эфиры, там были по часу. Час. А потом их продлили, да, гораздо больше. Потому что я сама провожу тоже, я не умею останавливаться на часе. Ну, давайте попробуем. Я лишь хотела добавить, вот по поводу образования, да, моё мнение на этом счету относительно именно художников, что рынок в России, то есть продажи именно арт-искусства, он только начинает развиваться. И, например, раньше, да, когда хотел, там, я не знаю, какой-то агент либо там, ну, тот, кто занимался продажей искусства, картин, у него это было, можно сказать, почти единственным основанием и базой попросить какую-то определённую сумму за эту картину. Потому что раньше художники не были медийными личностями, да, потому что это же всё, вот эта цена в искусстве, она строится на пиаре, на каких-то событиях, на каких-то ивентах, проектах, там, не знаю, выставках, концепциях. А раньше как это было, что какой-то определённый круг людей там приходил на какую-то очень, там, небольшую выставку, и вот им предлагали, вот он закончил такое-то, там, не знаю, заведение, да, и вот это было как бы базой основы, почему он стоит этих денег. Сейчас рынок меняется, если, например, мы посмотрим, там, скажем, на западный рынок, у них никто не спрашивает, а вот у меня пишут, осталась одна минута, никто не спрашивает, да, то есть, а какое у вас образование? Просто идёт как бы разбор, а что добился художник, какие концепции он раскрывал, да, то есть, какие проекты у него были, то есть, оно как бы наслаивается. Тогда будем эфир завершать. В любом случае, все те, кто идут на курс, у нас с вами будет огромная работа проведена относительно ваших страхов, убеждений и стыда, что очень важно, да, и я лишь хочу напомнить, что мы стартуем с 27-го числа, Елена с нами, мне с вами, с тобой очень комфортно общаться, и я уверена, что всем тем, кто у нас с нами будет на курсе, этот опыт, он как бы будет абсолютно таким же, вот, и хочу сказать, что кто желает, присоединяйтесь, есть пока возможность, да, и встречаемся на курсе 27-го числа. Будем работать. До встречи. Лена присоединяется, да. Я как раз-таки говорила о том, что мы хотели дать больше, но у нас обрезался эфир. Эфир подрезал нам крылья Инстаграма. Подрезал нам крылья, чтобы лететь ещё выше. А что мы сейчас с тобой сделаем? Вот скажи. Мы будем делать с тобой практику на метафорических картах. Вот, мне важно понимать, знают ли твои подписчики, что такое метафорические карты, чтобы я понимала, нужно ли об этом рассказать. В общем, метафорические карты, это такие у нас карты с картинками. У них такие всякие разные, значит, картинки. Это ничего не имеет общего с гаданием, с Таро, да, потому что мы, собственно, не гадаем. Ну, вот такие, например, разные красивые картиночки, очень мне нравятся. Здесь заложена метафора, да, то есть, но какая именно метафора, каждый увидит свою. Вот, то есть мы, как мы работаем с метафорическими картами. Мы формулируем какой-то вопрос, да, то, что нас волнует. Например, то, что... Мы могли бы сейчас спросить, что мне мешает развиваться как художнику? Вот, подписчики, те, кто нас смотрит, актуальнее был ли для вас вот такой вопрос? Хотели ли вы узнать, что вам мешает развиваться как художнику? Потому что метафорические карты могут помочь вам найти ответ на этот вопрос. Карты не отвечают на вопросы да-нет, да, то есть мы получаем в качестве карты некоторую метафору, да, через которую мы ищем ответ на наш вопрос. То есть мы создаём сначала вот эту метафору, мы описываем карту, описываем свои чувства, да, и мы сейчас, я предлагаю как раз с тобой вот это попробовать, чтобы твои подписчики посмотрели на это, как это делать, и если они потом захотят, то прямо под вот этим эфиром, который ты сохранишь, они напишут вот этот вопрос, и я бы им тоже могла каждому отправить вот эту карту, так же, чтобы они нашли ответ на свой вопрос. Да. Вот, вижу, что пишут, что им это актуально, это очень радостно для меня, значит, мы будем максимально полезны. Вот, смотри, обычно, если мы, например, работаем в кабинете с моими клиентами, то у них есть возможность самостоятельно выбрать карту, да, но у нас такой возможности нет, я тогда выберу её для тебя в закрытую, это значит, что я не буду смотреть на картинки, они вот лежат у меня рубашечкой наверх, вот с картиночки внутри, вот, то есть твоя задача сейчас как бы сфокусироваться для себя внутри и проговорить вслух вот этот вопрос, то есть мы его повторяем. Мы говорим, что мне мешает развиваться как художнику. Так, хорошо, давай, ну вот такая карта. Так, вот смотри. Да, вижу, что... Мне надо формулировать то, что я вижу, да? Да, да, тебе нужно описать для меня то, что ты видишь на карте, добавляя свои какие-то смыслы или оценки, то есть нельзя просто сказать... Сейчас я на другой покажу. Сейчас. Вот такая, например, слекарта. Нельзя просто сказать на карте девушка. Это плохое описание, это не метафора, да? На карте, не знаю, загадочная девушка, которая раскладывает пасьянс, наверное, она прогадывает свою судьбу, да? То есть я добавляю какие-то личные как бы оценки, что ли. И ты сейчас должна сделать то же самое со своей картой. Так. Ну, у меня вот первая ассоциация, которую я увидела, да? То есть это кто-то, что-то как бы даже не вяжет, а именно плетёт. То есть какая-то сеть. То есть вот эта вот сеть, вот этого как-то всего много. Ну, даже я на самом деле как будто я нашла ответ. Он ко мне пришёл. Как будто бы я его даже знала. Я не знаю, это озвучивать не надо. Ну, если хочешь, потому что карты работают глубоко. Я просто расскажу маленечко, чтобы ты в этом побыла внутри. Да, да. Карты работают как? Они обходят наши как бы защиты сознательные и разговаривают сразу с нашим бессознательным на его языке. Потому что наше бессознательное, оно не говорит на языке там да, нет, как бы словесных символов. Оно говорит на языке метафорами, оно говорит на языке символов, каких-то вот знаков, не знаю, там, мелодий, цветов. И поэтому карты, они вот как бы как раз вот куда-то к твоему бессознательному сразу стучатся. И почему я люблю очень работать с метафорическими картами, потому что они сразу создают очень чёткий такой образ в твоей голове. и для людей, вот как раз, мне кажется, для художников очень классно работать с такими метафорическими картами, потому что, мне кажется, что картины, это та же самая метафорическая карта, вы через картину выражаете что-то своё, что с вами происходит, например, да? Вот. И здесь примерно то же самое. То есть мы формулируем вопрос, ты сейчас вот начала описывать, и у тебя уже где-то щёлкнуло, я видела по твоим глазам, что ты поняла какой-то ответ. Нет, но если хочешь, это можно не озвучивать, потому что, мне кажется, всё равно это может быть что-то личное. Вот. Но мы можем спросить у твоих подписчиков, какие у них ассоциации, ты посмотришь, насколько разные ассоциации могут быть от одной и той же карты, потому что каждый на эту карту будет проецировать что-то своё, и каждый найдёт свой какой-то ответ. Даже если мы видим одно и то же, каждый вложит свой какой-то смысл. Вот поэтому я люблю работать с метафорическими картами, потому что она какая-то вообще безграничная, потрясающая. Ну, я на самом деле могу озвучить, либо подождать, когда, как лучше сделать, когда напишет кто-то другой, то есть, какие у них возникают ассоциации. Ну, наверное, подождать, чтобы их это не сбивало. Да. Давай тогда попросим. Ну, а тогда вот они, а вот, видишь, кто-то пишет, мешают домашние дела. Вот, отлично, это ответ на вопрос. Прекрасно. Да. У вас отлично получается. И давай я буду зачитывать. Слишком много медленных задач со всех сторон. Бабушка вяжет разные чулки и никак не свяжет второй одинаковый. Это вообще круто. Это реально такой вот, как бы, каждый видит своё. Плиту свою жизнь развиваю. Вот смотрите, не прочитаю ваш ник. Тот, кто написал плиту свою жизнь, развиваю. Это очень красивая метафора, классная, да, но если возвращаться к нашему вопросу, что мне мешает, да, то как будто бы плетение своей жизни, развитие своей жизни мешает мне развиваться как художнику, да. То есть мы, когда сформировали какую-то метафору карты, мы возвращаемся к нашему вопросу. И если, например, наша метафора не бьётся с нашим вопросом, да, то есть мы такие, наш вопрос, он как бы про наши ограничения, да, на поиск вот этих внутренних ограничений. Но если мы описываем карту, и мы такие, типа, да прекрасная карта, всё волшебно, я волшебная, жизнь волшебная, да, и как будто бы ничего не мешает. То есть здесь, скорее всего, включилась голова и, ну, не дала возможности добраться до вот этого глубокого чего-то, потому что для нас бывает очень страшно признаться, что во мне действительно что-то живёт, вот что-то такое инородное, не моё, что мешает мне развиваться там как художнику, да, а для того, чтобы это победить внутри себя, да, его обязательно нужно найти, то есть у нас нет другого способа, мы должны его подсветить, мы должны сказать, вот, вот это конкретно, может быть что-то ещё, там, миллион тысяч разных дел, но сейчас именно вот это не даёт мне развиваться, и мы конкретного дракона находим и с этим конкретным драконом начинаем что-то делать, поэтому здесь вот можно подумать, тот, кто вот написал, девушка, да, что, ой, где-то улетела, плиту своей жизни развивая, нужно подумать, как это мешает тогда вам развиваться как художнику. А вот ещё был комментарий, вяжет, но они не продаются. Женщина вяжет свой путь и есть много путей, которые находятся у неё как законченные пути или ходы, пробы и новые пути, да, то есть как. Классно. Так, не законч... Читай, читай, да, незаконченность, нет результата продажи, в носке. Да, вот ещё много лишнего. Так, руки у девушки заняты, обе руки и нет свободных рук, доделай другие носочки. Супер. Да, вот схожий был комментарий, я сама выбираю, какую жизнь мне вязать, создавать. Угу. Я думаю, что некоторые просто вопрос не успели задать, прежде чем выдать ассоциации, да? Да, может быть такое. Так, вяжет для кого-то, надоело, хочется для себя что-то делать. Угу. Вот, очень классный ответ на вопрос, да, то есть сместить фокус, да, что он не мешает развиваться как художнику, да, то есть фокус внимания с себя смещён на кого-то, да, то есть девушка вяжет для кого-то, и вроде как, если я смещу фокус внимания на себя, если я буду вязать для себя, то я буду развиваться как художник. и мы как раз вот через вот эту метафору, то есть как мы отвечаем, находим вообще вот этот ответ, мы берём метафору карты и вот крутим её до тех пор, пока у нас не получится вот этот какой-то ответ. И классно, когда он такой же метафоричный получается, да, и только потом мы его как бы заземляем на нашу жизнь, да, а что для тебя будет, когда ты переключишь фокус внимания на себя, да, а как это, а что ты будешь делать конкретно, да, то есть мы как бы начинаем потом детализировать наш ответ, то есть мы сначала создаём метафору такую ответ, да, а потом начинаем её заземлять на конкретные вещи, да, а, ну вот вяжу для кого-то, это когда я делаю картины для других, я сейчас фантазирую, да, а вот фокус внимания на себе, это значит выражать то, что у меня внутри, делать картины такие, какие они просятся у меня изнутри, вот тогда я буду чувствовать себя успешным художником, да, то есть вот она, разница, и мы вот как раз, 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 раз заземлили, то есть сначала создали красивую такую объёмную метафору, которая создаёт некоторое понимание у нас внутри, да, у нас как будто бы открылись глаза, мы такие, а, вот в чём наша проблема, и дальше нам очень важно научиться заземлять эту метафору на нашу реальную жизнь, то есть мы говорим, а что конкретно я должна сделать для этого, да, а как конкретно это будет выражаться, вот, поэтому очень хороший пример такой получился, так, что ещё у нас пишут? Незаконченные работы слишком много, это дружит грузом и всегда с тобой, хорошо, вот тут тоже очень важно сначала разговаривать как бы языком вот этих метафор, да, вот если мы говорим, что это женщина, у неё много незаконченных работ, и это лежит на ней тяжким грузом, мы можем спросить, а зачем ей эти работы, а почему она их держит возле себя, а что ей это даёт, да, это расширяет нашу картинку, то есть отвечая на все вот эти вопросы, мы отвечаем, как бы, на какие-то внутренние вопросы, да, мы такие, ну, она их держит, потому что думает, ну, вот, наверное, пригодятся, вот она сейчас выкинет эти носки, а зима наступит, и что она тогда делать будет, да, то есть это про что, это про какое-то, ну, для меня, например, я свои, как бы, да, впечатления перекладываю, это про какое-то накопительство, да, возможно, про страх упустить какие-то возможности, да, но при этом я веду себя как плюшкин, да, ничего не отпускаю, у меня уже рук не хватает держать эти носки, да, никому не нужные, но я их держу, например, да, вот, и я такая, ну, а если зима никогда не настанет, что тогда? я такая, ну да, если зима никогда не настанет, а я тут, значит, как непонятно, кто с этими тёплыми носками сижу, ну да, может быть, решать тогда проблемы по мере наступления, ну да, вообще было бы неплохо, да, и вроде как бы, знаете, как бы разговаривали про какую-то зиму и какие-то носки, да, а я просто видела, что сердечки пошли, видимо, откликнулось, потому что начинаешь понимать, начинаешь понимать, про что вообще здесь речь, да, на этой метафоре, и такой, ну да, а где я в своей жизни, дальше мы заземляем, а где я в своей жизни занимаюсь, там, веду себя, там, как плюшкин, да, накапливаю какие-то зимние носки, может быть, настала пора их выкинуть, да, ну да, а что ты конкретно сделаешь для того, чтобы выкинуть свои зимние носки? Ну вот я сделаю вот это, вот это и вот это, да, то есть мы конкретный список конкретных ответов создаем. Мне нравятся ваши сердечки, это значит, что вы понимаете, о чем мы говорим, какие зимние носки, мы тут говорим. Ну ты же в основном же, как бы женщина, и это вот, мне кажется, очень откликается, да, когда много дел, много вот этого расфокуса. Да. Так. сейчас в контексте вопроса. Угу. Так. Много начатых дел и незаконченных. Вот. Вот. Уже совсем другая. Вот смотрите, насколько поменялась ваша метафора. Вот это гораздо лучше. Много начатых дел. Хорошо. Тут можно спросить себя, а зачем вам эти начатые дела, да, а что они вам дают, а как вы себя чувствуете, когда у вас так много начатых дел? Я сейчас пофантазирую, это не значит, что вы так себя чувствуете. Например, ну, когда у меня много начатых дел, я такая чувствую себя героем, который справляется с трудностями, у меня все под контролем, я такая сразу, эхэгэй, типа чувствую силу, прилив, не знаю, там, эмоций, значит, адреналин, я тут на последних, не знаю, парах со всем справляюсь, то чувствую себя как героиней. То есть это про что может быть? Например, это может быть про то, что так, это единственный сейчас доступный мне способ поддержать свою самооценку. То, что если я отпущу все эти дела, если я перестану все это контролировать и справляться, да, я буду чувствовать, что во мне на самом деле это ничего особенного, например, да, и тогда это про что может быть? Про то, чтобы, а как здоровым способом я могу поддерживать свою самооценку? Не набирать миллион дел, которые там мне вообще не нужны, которые, через которые я не достигаю своих целей, например, да, но при этом вот поддерживаю свою самооценку. И мы можем как бы тут, это мы с тобой достали один вопрос, вообще мы когда работаем... Да-да-да, чуть-чуть, но сейчас я тебя уже слышу. Да. Все хорошо. Мы формулируем сеть каких-то вопросов, через которые мы можем изучить ситуацию. Например, дальше вот, найдя вот такой затык с самооценкой, мы можем, например, спросить и достать карту с вопросом о том, каким здоровым способом я могу поддерживать свою самооценку, да, раз достаем карту и у нас получается как бы уже ответ на новый вопрос. И так вот, тык-тык-тык-тык-тык, мы доходим до некоторого нашего как бы осознания, такого понимания, да, внутреннего. То есть получается, когда мы работаем с ними, лучше не одну карту, а несколько, да, постепенно как бы. Постепенно, да, открываем всегда карты по одной, то есть, ну, все зависит от того, с какой, с каким запросом мы пришли, да, вот если, например, ну, пофантазируем, пришла ты и говоришь, ну, вот не развиваюсь как художник, хочу знать, что за фигня, ничего не понимаю, стараюсь, стараюсь, а успехов все равно нет. И мы такие, ну, хорошо, а давай посмотрим, что мешает тебе развиваться. Мы такие, раз, достали вот эту карту, да, вот, например, уперлись в самооценку, да, мы такие, ага, все, мы вот предполагаем, что ты делаешь, поддерживаешь свою самооценку нездоровым способом, набирая миллион дел, да, и при этом успех в художественном, куда, русле, что ли, да, он как бы вот остается немножко за кадром. И мы такие, раз, сформулировали еще один вопрос, там, а что мне поможет? Достали еще одну какую-то карту, там что-то поговорили, еще на что-то там наткнулись, вытащили, да, и вот так раз, раз, до тех пор можем работать, пока у тебя не будет вот этого четкого осознания, что тебе надо делать, что тебе нужно изменить в своей жизни, как тебе по-другому нужно начать себя вести, чтобы ты добилась конкретного там успеха, да, и опять же можем поговорить там, а что для меня успех, да, как я пойму, что я его достигла, то есть тут очень много можно вот каких-то таких, ну, маленьких деталей, деталейшных таких вопросиков подзадавать, для того, чтобы у человека вот создалось вот это вот поле, четкое понимание того, что вообще происходит в моей жизни, потому что наши проблемы, они часто неосознаваемы, то есть нам нужно их подсветить, и карты это как раз вот тот способ обнаружить своего дракона, сказать, вот, вот моя проблема, Ну, это на самом деле было реально круто, потому что я как будто бы, знаешь, на такой ракете пролетела от вопроса до ответа, да, то есть вот это, и мне это немножечко так прихлопнуло, от того, что я поняла, господи, это реально правда, то есть тебе кажется часто, что это где-то там, вот как ты сказала, да, что вот отминуя все вот эти вот наши, как эти барьеры, не установки, а преграды, защиты нашего мозга, которые он уставляет, типа, чтобы вот, как мы часто говорим, почему там мы боимся быть успешными, да, потому что некоторые говорят, что там денег мы боимся, еще что-то, а оказывается совершенно что-то там десятые, да, не то, что самые первые, вот, и, конечно, это было круто. Я рада. Так, почитаем еще, что там есть? Так, а еще, для того, чтобы был результат, нужно сфокусироваться полностью, сфокусировать полностью себя на задачи, когда пытаешься между делом развиваться, это не дает результата, нужно обеими руками вязать. Супер, вообще отлично, готовый результат, да, вот, теперь важно заземлиться и подумать о том, где я держу свои задачи не двумя руками, и что мне нужно сделать, чтобы я почувствовала, что я держу их двумя теперь, что теперь я вяжу свою там судьбу, свои задачи. Так, связанные носки неаккуратно распиханы по карманам, это как мои картины, лежащие по углам, вот видите, сразу ассоциации какие классные идут, вроде сделаны и симпатичные, но нет применения, супер, вообще, да, то есть, развивая метафору, мы можем сказать, вот она сделала эти носочки, да, но не продает их, да, вот она засунула их в карманы, и надеется на то, что их кто-то заметит, и предложит их купить, а вот если бы она, не знаю, открыла бы магазинчик, да, разложила бы их, написала бы цены, может быть, кто-то бы обратил внимание, и кто-то подошел, и она бы чувствовала себя там более успешной, более реализованной, как-то лучше, счастливее, свободнее, да, то есть, вот она готовая метафора, да, что называется, бери и делай дальше, так, было бы это еще так легко, да, так, меня выкинуло, я не услышала комментарии, а продублируйте, пожалуйста, свои ассоциации, мы их прокомментируем обязательно, так, творческое задание, очень интересно, спасибо, мы очень старались, придумать вам что-то интереснее, это как раз таки, мне кажется, художникам очень круто, когда на визуализацию, да, то есть, вот, что-то видеть, особенно с ассоциациями, мы же стараемся концепции вкладывать в свои работы, да, 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 так, возможно, что она думает, что они никому не нужны, вот, пожалуйста, вот эта проекция ваших страхов, да, то есть, мы можем говорить о том, что когда мы, как бы, фантазируем за эту женщину, да, мы говорим, что вот эта женщина считает, что ее носки никому не нужны, да, дальше мы пробуем это все как бы на себя примерить, а где вы считаете, что там ваши, не знаю, картины или носки, если использовать метафору, да, никому не нужны, а вы считаете, что ваши носки никому не нужны, и там девушка говорит, например, ну да, да, считаю, например, да, что вот там, а что вы чувствуете, когда вот это признаете, ну вот мне так грустно становится, мне становится так тяжело, я как будто бы такая маленькая, против всего вот этого мира, это так тяжело, это так страшно, да, вот быть непринятым, непризнанным каким-то, и мы можем дальше сформулировать, например, там, а что бы вам помогло, да, пройти через этот страх, вот, можем достать еще одну карту, там, найти что-то вот, что внутри меня уже есть, на что я могу опереться, как на ресурс, что поможет мне пройти через этот страх, потому что когда я готовилась к нашему эфиру, я очень много прочитала как раз про страхи художников, чтобы вообще быть как бы в теме, да, потому что мне кажется, что среди моих клиентов не было ни одного художника, вот, и все равно я понимаю, что может быть какие-то специфические страхи, и вот одна девушка на форуме писала о том, что она очень долго думала о том, что когда она станет успешной, это кавычки сейчас идут, у нее не будет страхов, да, то есть вот она искренне верила, что быть успешной, значит не иметь страхов, вот, и когда она поняла, что это вообще чушь Петровна, да, что на самом деле бояться это в принципе нормально, да, потому что мы идем во что-то неизведанное, и страх, он как раз про вот это, что мы не знаем, что там будет, да, но мы можем помогать себе через это пройти, и она говорит, мне так легко стало, так классно, она говорит, я понимаю, что страх мой друг, он мне как бы семафорит, что для меня это важно сейчас, то, что происходит, это вот как раз может быть про это, да, что мы можем найти какой-то ресурс, который поможет мне пройти через мои страхи, да, то есть эта история не про то, что я вообще супергерой, я ничего никогда не боюсь, да, мне кажется, успешные художники точно так же боятся, да, но просто вот их процент вот этого страха, он становится все меньше, да, если у нас сначала, не знаю, там 70% страха, да, вот, а потом становится, не знаю, там 10, 30, 20, то есть какой-то оптимальный уровень, с которым мы спокойно справляемся, да, ну вот я смотрю, комментариев очень много, я лишь хочу сказать, что мы эту работу будем делать на курсе, что как бы, то есть я вижу вот эти все инсайты, потому что я именно для этого как бы и пригласила Елену, потому что я понимаю, что часто бывает так, что художники приходят, они работают, делают, делают, но возможно кто-то, пройдя курс, даже сделав, там, не знаю, продажу первую, вторую, это все равно, когда ты в потоке с кем-то, да, вот вы все вместе, а потом может быть такое, что одно какое-то бытовое дело, второе, здесь кто-то что-то сказал не то, оно все накладывается, и мы не знаем вот эту основу, да, почему я так думаю, то есть вот это вот все, мы как раз таки будем искать ответ, да, вижу, но я вижу, что все в восторге от этой работы, да, давайте эфир завершать, я приглашаю всех на курс, мы будем проводить эту работу, будем максимально персонально работать, как бы прорабатывать, у нас будет и задание, и потом у нас будет еще живой эфир отдельный, вне зависимости от там тех эфиров, которые я провожу, прям с Еленой, мы будем так же общаться, и у нас будет больше времени, вот потому что я сейчас смотрю на часы и вспоминаю, что у меня там уже двое моих детей ждут, я уже на 40 минут опаздываю, вот, я не могу о них забывать, Елена, огромное спасибо, что ты нашла время, вот, я согласилась сейчас повторно выйти, потому что мы действительно хотели рассказать об этой части, и как видишь, она получилась самая такая эмоциональная и результативная, и меня, конечно, очень радует, все, всем огромное спасибо, вот, и не забывайте, да, вот прорабатывать вот эти вот моменты, которые лежат у нас в основе, и возможно являются вот этими стопорами, которые не дают развиваться, все, всем пока, эфир сейчас сохраню, в языках, хорошо. Хорошо.